Много воды утекло с тех пор, как я сделал первое видео про лайфхаки и длительное время обещал вам сделать второе. Вы мне об этом напомнили буквально 100 миллионов тысяч раз и поэтому, пожалуйста, получайте. На этот раз наш разделочный стол буквально порозовеет от умиления, ведь сегодня мы будем обозревать офигенские лайфхаки от Трум Трум, или как их еще называет мой коллега Срум Срум. Ох, чувствую, сегодня моя жизнь станет намного проще, и я наконец-то решу многие проблемы своего быта. Ну что ж, не будем затягивать, давайте усядемся поудобнее, заварим чаек и начнем с сегодня без межностей. Обещаю. Представляю вашему вниманию канал сам по себе. С силой своей профессии автор часто ездит по разным регионам России и общается с разными людьми. Об этом он и делает в свои видео. На канале вы найдете массу всего интересного и полезного. Работа и развлечения настоящих мужчин, спорт, рыбалка, готовка в различных блюд, беседы о жизни, вопросы интимные, все, о чем люди стараются не говорить или стесняются говорить об этом. Кроме того, здесь вы найдете и красоты нашей необъятной родины. Каждый найдет что-то полезное для себя. Послушать откровения разных людей об их жизненных ситуациях. Автору встречаются самые разные люди и, соответственно, у всех у них разные жизненные ситуации. Конечно же и рассказывает каждый по-своему. Кто-то все преподносит с иронией, а кто-то с болью и отчаянием. Но во всяком случае, каждый раз интересно послушать очередную историю и задуматься, ну и сделать какие-то выводы. Также увидите, как автор живет и где он отдыхает. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Оставляйте комментарии под видео, общайтесь, ну и оценивайте видео, нажимая палец вверх или вниз, если что-то не понравилось. Для автора это очень важно. Ссылка на канал в описании и не забудьте написать, что вы от жирного. Если ты часто задротишь у компа, то тебе наверняка просто необходимы лайфхаки для компьютера. Здесь вот, например, обыгрывается стандартная ситуация. Бабе приспичило отойти от компьютера и гениальное мышление подсказывает ей забрать с собой мышку. На случай, если кому-то придет в голову полазить в ее ноутбуки и посмотреть, что же гуглить женщина с низким интеллектом. И вы меня спросите, почему с низким? Да потому, что даже ребенок знает, что в любом ноутбуке есть так называемый тачпад. Или тачскрин, я не знаю, как это правильно там называется, но я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Вот эта вот хрень, с помощью которой можно пользоваться ноутбуком, не используя компьютерную мышь. И вот другая женщина пришла, села за комп, такая, ах, сейчас типа полазью в чужом компе. Но хоба, а мышки-то нет, но не беда, говорит она. И на этом моменте я думаю, ну ок. Вот это, видимо, и весь лайфхак. Если у вас нет мышки, можете полазить на ноутбуке при помощи тачпада. Но как бы не так. Вторая говорит, что у нее есть другая мышка. И дальше идет лайфхак про то, как обычной мышке можно приклеить шнурки, и тогда она станет похожа на кеды. Вот уж действительно полезный лайфхак. Как же я раньше без этого жил? Пойду прямо сейчас облегчать себе жизнь. Вообще, раньше я предполагал, что лайфхаки от Трум Трум, это просто либо какой-то бесполезный девчачий хендмейд, либо какие-нибудь тупорылые лайфхаки из разряда «испорти нормальную вещь и сделай бесполезную». Но как же я сильно ошибался. У этих все еще печальнее, сейчас увидите. Вот, например, очень полезный лайфхак, до которого никто бы никогда не додумался. Если тебе наскучила твоя клавиатура, наклей на нее всякого дерьма, и тогда она будет выглядеть как кусок болевоты, но зато будет весело и необычно. Очень полезная хрень, просто восхитительно. Правда, непонятно, как она должна облегчить мне работу с компьютером, и почему это называется лайфхак для компьютера. Да, возможно, это красиво, и кому-то нравится украшать кнопки своей клавиатуры разными блестящими хренями. Но разве это является каким-то лайфхаком? По-моему, это просто извращение, которым болеют все девочки в пубертатный период, и ничего в этом странного я не нахожу. Какой от этого прок, непонятно. Разве что только если у тебя, допустим, клавиатура только с латиницей, а тебе нужна кириллица, и тогда ты наклеиваешь бумажки, и тебе удобно. Но в этом случае это просто украшение. Какой в этом профит, непонятно. А вот еще один офигенный лайфхак для компьютера. Вот что делать, когда твои ноги сильно затекают от долгой работы, от долгого сидения за компом? Может быть, встать и сделать гимнастику? Или, может быть, нужна какая-то специальная подставка? Может, какая-то модернизация своего рабочего кресла? Ничего подобного. Положи ноги на стол. Офигенный лайфхак. Просто идеально. Я вот только не пойму, а что, так вообще можно было? Я просто в том смысле, что теперь это считается лайфхаком? Ну, тогда я могу тоже парочку предложить. Чувствуешь себя усталым, и валишься буквально от недосыпа, ляжь и поспи, сон решит эту проблему. Хочется есть, и голод не дает тебе покоя. Да просто поешь, и все пройдет. Начал задыхаться во время утренней пробежки? Так остановись и передохни, и отдышка пройдет через пару минут. Наесть, мои лайфхаки помогут вам в жизни, ведь без них вы бы никогда сами до этого не додумались. Вы, блин, еще скажите, что если затекла шея или заболела спина, встань и сделай разминку. Тоже офигенный лайфхак. Устала шея и болит спина? Нужно сделать небольшую разминку. Тянемся вверх, поднимаем руки. Сука! Я вот ранее смеялся, предполагая, что мои остроумные лайфхаки выглядят смешно на фоне того, что они делают. Открываю буквально следующее видео и угадайте, про что там рассказывается и о чем следующий лайфхак для студента. Конечно, именно об этом. О том, что, типа, всю ночь готовишься к сессии, под глазами круги. Что делать? Не беда. Просто одень маску для сна или аж поспи. Да что с вами не так? Ну и, конечно же, если ты уснул на паре, то просто нарисуй себе глаза на веках. Это ведь 100% рабочий метод. Выглядит, конечно, несколько крипово, но зато можно спать и, типа, никто не заметит. Накручиваем крышку на бутылку с кока-колой. Секретный колопровод готов. Я, конечно, ничего не имею, но, по-моему, ваша кола не будет работать. Просто потому, что в пробке, в которую вы вставляли кусок гидроуровня, нужно будет еще сделать дополнительное отверстие, дабы была, так сказать, циркуляция воздуха. А так у вас будет эффект помпы, и вы просто не сможете ее всосать. Разве что только наступив на бутылку или смяв ее. Но, как понимаете, это будет слишком шумно, и смысл тогда такого колопровода. Но ракушечный интеллект говорит об обратном, и даже после очевидного фиаско в голову так и не пришла светлая мысль. Ну, а простейшие законы физики здесь, видимо, тоже неуместны. Зажимаем книжками штанин и сушим джинсы феном, направляя горячий воздух в штанину. Внутри фена находится так называемая спираль, которая как раз-таки и нагревается. В связи с чем подает горячий воздух. Так вот, если циркуляцию воздуха внутри фена уменьшить, создав ему, так сказать, не самые благоприятные условия, то есть не будет достаточного обдува, ваша спираль, скорее всего, перегорит, и фен выйдет из строя. В лучшем случае сработает защита, и он просто больше не будет включаться. В худшем случае вы можете устроить пожар в своем доме просто из-за того, что посмотрели лайфхаки от Трум Трум. Если уж вам так сильно нужно высушить джинсы в помещении, где есть фен, в этом же помещении наверняка можно поискать и утюг. Попробуйте осушить свои джинсы утюгом, это будет более быстрый и более эффективный способ, и что самое главное, более безопасный. Главное только утюг включенным не оставляйте. Горячим пистолетом приклеиваем кнопки к металлическим звоночкам. Подруга по привычке сталкивает будильник на пол, ну а теперь ей придется... Вот это уже другое дело, вот это я понимаю нормальная модернизация. Я видел еще один классный вариант, вот такой. Тоже очень действенный метод, можно еще вместо руки прикрутить скотчем длинный кухонный нож. Тут уже в твоих интересах будет проснуться раньше будильника. А вот еще один лайфхак, если в доме кто-то задротит в телефоне и тебе срочно нужно отвлечь его, просто выключи в доме Wi-Fi. Вот это лайфхак, вот это идея для дома. Вот это топ лайфхак, взлом жизни, утренний лайфхак, который сделает день лучше. Мобильный интернет, шах и маг, сучка. Ну и в конце еще один совет, если твоя подруга все еще сонная, то побрызгай ее холодной водой. Что мы имеем в итоге? Человек просыпается от того, что распанахал себе руку об будильник с шипами. Затем ему отрубают интернет и обливают холодной водой. 14 утренних лайфхаков, которые сделают день лучше. Дальше еще лучше. Они говорят о том, что если ты не знаешь с чего начать деятельность в этот день, просто возьми да и распланируй его. Это просто гениально. Я в жизни бы до этого не додумался, если ты не знаешь с чего начать, распланируй свой день. Как долго вы к этому шли? Вы вообще серьезно уверены, что все это является лайфхаками? Как по мне, это неочевиднейшие вещи, которые понятны и так. Типа устал, поспи, голоден, поешь и все в таком духе. Если в лайфхаках бери и делай хотя бы что-то делают, портят вещи, делают другие бесполезные вещи, то в этом случае вообще ничего не делают. Здесь весь лайфхак состоит из того, чтобы очевидно решить проблему. Это не лайфхак, это очевидное решение стандартной бытовой ситуации. В этом нет ничего необычного и нет ничего секретного. Ты просто говоришь самые простейшие вещи. Хочешь срать, пойди посри. Вот твой лайфхак. Это не лайфхак. Были времена, когда лайфхаки действительно были полезными. Их было не так-то много. Было даже время, когда их было очень много на пике своем. Но, тем не менее, преимущественно там были действительно какие-то полезные советы в быту. Например, из этих лайфхаков я узнал, что можно чайник от накипи отмыть путем кипячения в нем уксуса. Действительно полезная вещь, которая помогла мне в быту. И таких примеров куча. Но здесь нет даже ничего общего с лайфхаками. А если есть, то они настолько бредовые, что просто хочется смеяться. Смеяться и плакать одновременно. В общем, на этой ноте наше видео подходит к логическому завершению. Пишите в комментариях все, что вы думаете по этому поводу. И кидайте мне ссылочки в ВКонтакте на лайфхаки, которые, по вашему мнению, тоже являются бредовыми. Возможно, они попадут в следующий выпуск. Ну а если хочешь, чтобы твой комментарий попал в следующее видео, напиши его под этим роликом. Возможно, тебе повезет. А прямо сейчас, пока ты видишь, что 5 комментариев из предыдущего ролика, быстро напомню, куда нужно подписаться. Подписаться нужно на мой лайв-канал, где проходят еженедельные стримы с Жирным. Подписаться нужно на мой инстаграм, где я иногда пощу разные фоточки. И на нашу группу ВКонтакте, где мы постим разные мемчики. Все ссылочки ты найдешь в описании. Тыкай вот сюда, чтобы подписаться. И вот сюда, чтобы посмотреть интересные видосики. На этом у меня все. Спасибо, что смотрите Жирного. Увидимся на стриме выходные. Пока. Пока.